Начало моей ПП. Год назад у меня, привет зритель, была вот такая ситуация, что мне Амина закинула сколько-то там евро донатом на поддержание канала, а донейшнеллерс на это в принципе и рассчитан, и мне их заморозили. Я написала, мне в течение суток, как бы после того, как это всё произошло, помогли более-менее, и написали написать им, если это повторится. Я написала, значит, спустя год, вот новое такое сообщение, они мне типа того, что опять допрос, кто я такая, хотя у них есть все данные для доступа к моей странице, в том числе и, соответственно, прочитать они могут сообщения, которые оставляют зрители, кидая мне донат через их сервис. Ну, в общем, я это им всё скинула, и они мне сказали, ждите, типа, хрен ли. И я вспомнила, что у меня ещё открытый запрос был, написала туда, ну, я сейчас покажу. Мне его как бы закрыли, со мной, значит, поговорила сначала Елена, и сказали, ждите дальше. У меня такая сложная ситуация, поэтому, значит, мне надо ждать дальше. Я в интернете посмотрела, что с сентября у них подобные ситуации, и мне вот, видимо, повезло, что меня это разблокировали не прошло и недели. А кому-то совсем не повезло. Теперь уже это Егор. И вот этот Егор мне закрыл предыдущий запрос, на который я сейчас тоже покажу. Я, наверное, ставлю это в формат нормального, Full HD видео 1920. Ну, короче, этот широкий экран, не с шортцем, потому что в шортцем они вылезают уже по умолчанию. А вертикальное видео просто так, не будучи шортцем. Вот. Идём обратно в сообщение. Тот самый Егор, который мне прикрыл это сообщение. Сообщение закрыто, вот то, что я им поставила. Идём вверх, вот. Вопрос закрыт. Вот. Здравствуйте. Уже больше суток, статус ожидания ВКП, ничего не поступало. На ВКП можно вывести без процентов. Сумма сама, вот видите, 667 рублей год назад. Огромная такая сумма. Учитывая, что они 10% отжимают, и хорошо Амина, она оплачивала эти 10%, спасибо ей. Но большинство, в принципе, большинство из тех, кто мне донатил сюда, сюда донатили довольно мало человек. В принципе, у меня мало лояльной аудитории, как вы уже в курсе, в этом плане. Ну, просто относительно 7 тысяч подписчиков и самой лояльной аудитории, я считаю, что её мало. Ну, уж сколько есть. И многие, в принципе, не оплачивали эти 10%, они списывались с меня. Раньше там ещё был какой-то, помню, Наташа, мне первый раз задонатила, когда-то там года 4 или 5 назад. И я подарила где-то так процентов, наверное, 30, если не больше, этой компании. На вывод средств. Как бы они не бедствуют. И вот я сюда прикрепила все скриншоты, которые были, чтобы, ну, не возникла проблема, снова вопросов, типа, чё я, кто такая? Даже комментарии зрителей. Так как обычно эти комментарии, как бы, если б я стримила через АБС, ну, и программу, но они у меня не встают ни на Линукс, ни на... Ну, это уже тестировалось ни на Линукс, ни на Виндос, ни на Андроид. Чего-то более путного и рабочего ещё не изобрели для того же, допустим, Андроида, то эти все сообщения вижу только я, по ходу дела. Но так как они изначально рассчитаны на то, что их увидят другие зрители, то я думаю, что это вполне можно сейчас показать в открытом доступе. Если бы они понимали моё расстройство, они бы эту хреноте не сделали, при этом обращение он сам закрыл. Сервис недоработанный, чтобы уйти на главную, мы только в помощь тут заходим. Я сейчас отредактирую страничку, чтобы у меня перешло на сам сайт. Да, вот такая всё кривая. Ну, и как я посмотрела в интернете, если кто-то думал, и я тоже раньше думала, что это какое-то там зарубежное производство, то это сделано Россией, ну, зарегистрировано они где-то там за бугром, но изначально это русская штучка. ВК вместе с ними и Бусти тоже. Причём выплаты они почему-то считают все, даже те, которые они не перевели мне. И эта сумма идёт намного больше, чем сам донат, допустим, был. Последнее сообщение. Вот, привет к Лёле, надеюсь, у тебя всё хорошо, давно не донатила тебе. Спасибо, Аминочка. Привет, привет, Лёля, хотела сделать тебе приятно. Спасибо, Аминочка. Просто так от души желаю хорошего настроения. Спасибо, что ты есть. Спасибо, Амино. Энни кейк. 300 рублей. С днём рождения. Спасибо. Очень приятно, кстати. Амино. От души. Тоже на день рождения. Ира Прохорова. 100 рублей на шоколадку. Вот этот минус, это то, что с меня списывается. Антони на 500 рублей. Тонечка тоже меня часто поддерживает, за что и большое спасибо. Амино, Лёля, привет, выздоравливай. Вот это год назад где-то так было. И они тогда зависли. Причём сейчас сумма показывается такая, которая сейчас евро идёт по курсу банка. На самом деле она была тогда немного другого курса. И, как вы видели на предыдущем скрине, там на сообщениях, оно как раз было где-то 600. Вот у нас евро, видать, подрос за год. Процентов на 30. Лёля, привет. Вот хочу тебе потихоньку помогать собирать на новую камеру. Знаю, что это немного, но по-другому пока не получается. Желаю тебе улучшения здоровья и хорошего настроения. Большое ещё спасибо Амине. Амина меня вообще очень хорошо поддерживала. Одно время Амина даже подкармливала ютубный чат. А ютуб у нас забирает 55% от донатов себе и 45% получает автор. Точно так же идёт доход от рекламы. Это если кто не знал и думает, что блогеры на ютуб гребут деньги лопатой. Ну, те, у кого более лояльная аудитория, наверное, и гребут деньги. Амина, спасибо за твою доброту и за быстрые ответы в переписке. Ещё одна страничка. Человек скинул мне 100 рублей. Оле ело 500 рублей. Это как раз когда у меня шёл сбор на камеру, на которую я в основном и пишу. На которую я мне, наверное, обнаружила, что можно на ней писать и даже шорт. Вот Амина снова закинула. Тут вот, я не знаю, были сообщения или это были без сообщений. И Наталья та самая на вкусняшке списана 35 рублей. И плюс ещё с меня списалась, когда я пыталась вывезти эти деньги. Помню, у меня тогда только 400 где-то осталось. Первый раз я тогда познакомилась с этим донейшном в 2018 году и забила на него. Думала, он такой процент себе откусывает. В чём смысл этого? А потом они как-то урезали этот процент. Вот это все мои, как бы, донаты. Отображение настроено, но их не видно. У меня к этому сервису потом ещё был привязан Бусти, но я его отвязала, чтобы уже получив выплату, если они всё-таки действительно мне её выплатят, удалить этот аккаунт выплаты. Вот у меня приоритетный был ВКонтакт. Это мой один номер, если кто-то ищет меня по его forever, то можете, в принципе, и по этому один номеру найти. Я поставила Юмони, но Юмони, как бы, вот если вы всё-таки после моего видео решите, а это Люля такая лохушка, мне точно повезёт. Если сделать вывод, вот на ВК не более 15 тысяч рублей, соответственно, процентов комиссия. Банковская карта. Комиссия есть. Но с моей ситуацией, то, что я читала о них в чате в телеге, очень много у кого проблемы прошли с выводом денег. Недавно у них не работал вывод на Юмони. Это бывшие Яндекс.Деньги. Тут 2,2%. PayPal. Я думаю, потом вернуть снова себе PayPal, хоть в России он, как бы, вроде и не действует. 2% комиссия, но если товарищ согласится, то будет PayPal. Если не согласится, то попробую какую-нибудь валютную карту создать. Киви. Киви до недавнего времени у них тоже не работал. Были какие-то проблемы. Раньше я выводила вот единственный раз на WebMoney, но WebMoney у них перестали существовать. Они меня всё время оповестили, что типа поменяйте способ вывода, потому что WebMoney не работают. Вот. Я оставила обратно. Я вчера думала, что, может быть, я что-то не поняла, и у них просто вот эта ошибка была на ВКонтакт. И я поменяла на Юмони. Но вывода денег не было. Я вернула ещё ВКонтакт. ВКонтакт пошёл приоритетным снова. И потом вдруг выяснилось, что они, мне кажется, просто блокировали мои деньги без каких-либо причин. Вот то, что оно выплаты на данный момент невозможны. Пожалуйста, попробуйте позже. Они выводят мне сумму, которую я никогда не выводила. А сумма эта идёт с учётом вот ошибок. И у них всегда так было. Ошибка успешная. То есть как бы проверяли. Вот иногда вот выходила действительно успешно сразу. С чем это связано, вообще непонятно. Вот это все мои донаты от вас. Я на 12 минут наговорила. Я не знаю, может быть кому-то всё-таки это будет полезно. И вы подумайте, прежде чем регистрироваться на этом сервисе. Ну и соответственно, если вдруг решили допустим не задонатить, то посмотрев это видео поймёте, что у меня с этой конторой дела заканчиваются. Всем спасибо за просмотр. Опять же, если хотите поддержать канал, будет облако новое, где больше не будет ссылки на данный националерс. И соответственно, как бы пока. По скриптум. Деньги мне всё же в итоге перевели на следующий день. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.